Хотя ноябрь – последний месяц осени, и даже в белорусском языке звучит как листопад, на улице уже наступила настоящая зима в её классическом варианте с белым снегом, метелями и сугробами. Всё это, с одной стороны, создаёт хорошее настроение и предвкушение праздника, с другой – приводит к заносам и гололедиться на дорогах. В таких непредвиденных ситуациях на помощь к автомобилистам и другим горожанам, как всегда, приходят незаменимые сотрудники предприятия «Коммунальник». В эти дни им приходится работать круглые сутки. Ночью было задействовано 17 машин пескоразбрасывателей, 6 единиц тракторной техники со щёткой. На день мы усилились, сейчас 22 машины работают на городе. Утром мы работали в 7 утра в составе колонны без сопровождения ГАИ, ездили по Московской, по главным улицам. С 10 часов две колонны с сопровождением ГАИ. Колонну возглавляет машина ГАИ. Далее следуют 4 автомобиля, на каждой из которых возложена уборка снега с проезжей части к обочине. А первый и последний дополнительно посыпают дорогу песко-соляной смесью. К зимнему периоду предприятие «Коммунальник» подготовилось серьёзно и ответственно. Заранее заготовлено 25 тысяч тонн песко-соляной смеси. Это необходимая мера, ведь только за одну ночь на посыпку дорог ушло порядка 350 ютон. Начался снегопад ночью, ночная смена работала как могла, а мы уже работаем с 9 часов утра, вот расчищаем основные дороги. Вторая колонна, там 5 машин, они ходят по Московской, по Ленинскому району. А остальные машины, которые так задействованы, которые дороги узкие, где мы такой техникой не можем пройти, там ходят маленькие машины. Предусмотрены план на случай усиления и увеличения продолжительности снегопада. В экстренной ситуации на подмогу придут другие организации города. К капризам погоды специалистам предприятия «Коммунальник» не привыкать. Они будут и дальше стараться изо всех сил. Но и горожане должны прилагать все усилия по расчистке веренных им территорий. Ведь Брест – это наш общий дом, и поддержание в нём порядка – наша общая ответственность.